Здравствуйте! В эфире МТВ Ток-шоу «Скажите честно», наконец пришла долгожданная весна. С каждым днем на улице становится все теплее. Это значит, что совсем скоро в Волгограде дадут старт месячникам благоустройства. Это та самая пора, когда вместе с коммунальными службами на уборку города после зимы выходят неравнодушные горожане, общественники, работники муниципальных учреждений и коммунальных предприятий. Большая команда освобождает общественные территории от мусора, облагораживает памятные места, высаживает деревья и кустарники. Но наряду с ежегодным обновлением, часть городских территорий теряет былой вид и нуждается в комплексной реконструкции. Как и за счет чего удается успешно решать эти вопросы в Волгограде, поговорим в этом выпуске. Коллеги, рады вас приветствовать в нашей студии. И вот с чего хочется начать. Ни для кого не секрет, что большие возможности как перед городом, так и перед регионом открыло участие в Волгоградской области в реализации регионального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Ольга Николаевна, расскажите, когда мы приступили к реализации этого проекта и насколько действительно широкие возможности появились у нас для того, чтобы наши общественные пространства и территории стали еще краше, чем они есть? К реализации данного проекта мы приступили с 2017 года. Это большой масштабный федеральный проект, благодаря которому на территории города Волгограда уже удалось благоустроить порядка 70 общественных территорий. И у нас еще в программе есть территории, которые включены, но не благоустроены. И в этом, в текущем году у нас планируется благоустроить еще 11 общественных территорий. На следующий год у нас также в планах стоит благоустройство территорий. Поэтому благодаря данному масштабу наш город преображается, и мы видим те прекрасные пространства, которые формируются, благоустраиваются благодаря также жителям, без участия которых мы не выполняем данное мероприятие. Ну вот в части мнения жителей, оно, безусловно, учитывается. Мы знаем, что несколько лет подряд муниципалитет проводит рейтинговые голосования по отбору тех самых территорий, которые будут благоустраивать. Расскажите, вот буквально недавно завершились предварительные общественные обсуждения по отбору очередных территорий. Вот о каких объектах уже сегодня можно говорить, что они будут включены в голосование? Ну, у нас ежегодно проходит сначала, прежде чем выносить на рейтинговое голосование, общественное обсуждение, где, безусловно, самое главное веское слово – это от жителей города. То есть каждый житель высказывает свое мнение, в каком районе, где бы он хотел видеть ту территорию в первом очередном порядке. В текущем году завершились наши общественные обсуждения, и по итогам которых было принято участие порядка 45,5 тысяч человек. То есть это большой показатель по сравнению с прошлыми… Вовлеченности, да, жителей процессов. С прошлым периодом, то есть жители стали понимать, что это работает, это масштабно, и в этом году уже такой большой показатель. По итогам этих обсуждений у нас вынесено будет на рейтинговое голосование 8 общественных пространств. Ну, так сложились обстоятельства, что жители каждого района поучаствовали очень хорошо, и у нас 8 районов будут участвовать в данном голосовании. То есть это в Красноармейском районе жители проголосовали за территорию стадион «ТЭМП». В Кировском районе большая часть голосов была отдана скверу Кирова. В Советском районе люди выбрали территорию к ЗАГСу прилегающую. В Ворошиловском районе отдали голоса за прогулочную зону по улице Академической. В Центральном районе жители очень хотят видеть, чтобы все-таки благоустройство нашего городского сада было завершено, и они тоже также отдали свое предпочтение завершить данный объект. В Краснооктябрьском районе большая территория – это проспект Металлургов, в границах от Малого проспекта Ленина до Еременко. В Тракторзаводском районе – это территория, прилегающая к станции конечной трамвая ВГТЗ. И в Дзержинском районе жители выбрали парк Героев-летчиков. Вот сегодня в нашей студии как раз присутствуют жители Дзержинского района. Юлия Александровна, расскажите, знали ли вы о существовании такого проекта, в рамках которого у нас обновляется пространство, участвуете ли сами в голосовании? И как считаете, действительно ли вот этот парк достоин того, чтобы его в первую очередь обновлять? Да, безусловно, в средствах массовой информации очень активно обсуждалось, и люди имели возможность поучаствовать в голосовании. Естественно, мы тоже участвовали, жильцы нашего дома, в нашем общедомовом чате была размещена информация, и все, кто желал, поучаствовали в голосовании. Безусловно, развитие инфраструктуры, где люди могут отдыхать, проводить свободное время с семьями, с детьми, очень важно. И хорошо, что в Дзержинском районе также проводятся такие мероприятия по реализации данной программы. Но, к сожалению, вот если взять и рассмотреть улицу Ангарскую, прилегающие к ней территории улицы, у нас нет рядом ни парка никакого, ни сквера. Поэтому мы, как жильцы улицы Ангарской, вынуждены и с радостью беремся за благоустройство своих дворов. Непосредственно в нашем дворе жильцы заняли активную позицию и совместно с управляющей компанией дополнительно озеленили двор, сделали закрытую территорию, чтобы дети могли безопасно кататься на велосипедах, даже устраивать пикники можно, потому что у нас есть газоны, которые хорошо ухожены, все очень красиво, уютно. И мы рады, что хотя бы эта территория у нас благоустроена и комфортна. Безусловно, что без управляющей компании это реализовано быть не могло, потому что силами жильцов осуществить это практически невозможно. И я думаю, что если бы все дворы и все управляющие компании нашей улицы и прилегающие к них взялись бы за это дело, то Ангарский, наверное, преобразился бы и стал более привлекательным и красивым. Мы знаем много примеров, когда горожане активные выходят, у кого-то, у бабушек клумбы, кто-то отвечает, чтобы чисто было на площадках. Но на самом деле вот такой опыт взаимодействия с управляющей компанией, это на самом деле, я думаю, что чудеса, потому что мы, как журналисты, те, кто работает в полях, очень часто принимаем, наверное, к сожалению, часто негативные отзывы о взаимодействии с управляющими компаниями. Расскажите, как вам удалось, что вам действительно повезло, и удалось наладить этот контакт. Может быть, вы нам тоже поделитесь о своем контакте с жильцами, что они были рупором, да, или вы им помогли тогда, чтобы достичь такого результата совместного. Ну, хочу в первую очередь представиться. Меня зовут Бабич Юрий Федорович. Я представитель управляющей организации. Это управляющая компания ТЭРА. В должности заместитель генерального директора. Действительно, хотелось бы немножко рассказать и поделиться положительным опытом взаимодействия собственников жилья с управляющими организациями, которые приводят к улучшению городской среды в виде уютных дворов, уютных домов, комфортных для проживания. И в совокупе это приводит в целом к улучшению качества жизни в городе. Наша компания на рынке жилищно-коммунальных услуг с 2014 года. То есть более 8 лет, это серьезный возраст. Под управлением нашей компании более 50 домов многоквартирных. Эти дома расположены по четырем районам города Волгограда. Для краткого описания положительного опыта хотелось бы сначала сказать об оценках нашей работы, а потом подробнее о самом опыте. Ну, оценки мы поняли. Положительные однозначно, да. Очень интересно, как вам удалось наладить этот контакт. То есть кто был инициатором того, чтобы вот эту работу начать? Вы или жители? Несомненно, это процесс, который взаимный. Всегда управляющая компания, которая приходит во двор, она должна найти инициативную группу. Группу неравнодушных собственников, которые хотят что-то сделать для себя, хотят что-то сделать для своего двора, для своих детей. После этого управляющая компания с этими собственниками обсуждает предмет и вопросы, которые нужно вынести на общее собрание, как главный орган, на котором принимается решение, которые приведут к благоустройству дома, города, улучшению условий во дворе. И, соответственно, это очень длительная, плодотворная работа с расчетами, с цифрами, с направлениями, с конкретными предметами улучшения. Если брать наш опыт работы, он показал, что большинство наших домов имеют закрытые территории, имеют газоны, которые поливаются системой орошения. Это ворота и калитки с домофонами, которые позволяют собственникам иметь свои парковки, независимые от соседей. Это система видеонаблюдения, которая позволяет не только безопасно проживать, но и в случае порчи имущества выявлять виновников. Это система озеленения, это деревья, это цветы, это те контейнерные площадки, которые закрытого типа, с воротами, раздвижные, с домофонными устройствами, которые обеспечивают, значит, мусор, чтобы не разгребали собаки, чтобы им не пользовались посторонние с других дворов, чтобы ветер не разметал эти остатки по двору. Таким образом, значит, сама идея, которая прорабатывается перед собранием с собственниками, с инициативной группой, она первична. Есть большая работа в чатах с жителями перед собранием по поводу необходимости софинансирования. Потому что когда собственник понимает, что он на 100% несет бремя, очень трудно убедить его во многих позициях. Поэтому наша управляющая компания предлагает софинансирование в виде бесплатной работы, а это 50% сметы. Соответственно, собственники приобретают материал, а мы вкладываемся в благоустройство работы, бесплатной для сметы работы. Таким образом, вот этот симбиоз управляющая организация с собственниками, плюс параллельные государственные и муниципальные программы городской среды. Если это все будет работать по районам, по кварталам, несомненно, это приведет к улучшению городской среды в целом. Для того, чтобы все это работало, наши общественники, не покладая рук, обсуждают, как все-таки сделать так, чтобы действительно все механизмы работали и то, что положено, до наших граждан доходило. Михаил Карлович, расскажите, вот в рамках заседания общественной палаты наверняка часто затрагиваются вопросы касаемо наших общественных пространств, в том числе взаимодействия управляющих компаний с нашими жильцами, чтобы со всех сторон объять необъятное и получилось, что наш город все краше и краше, и мы за ним заботимся. Ну да, в принципе, это, конечно, основа нашей деятельности, это обсуждение с общественностью, донесение до общественности, что происходит в городе, как работает администрация, как она контактирует с обществом. Через нас идут предложения от населения, а что бы надо поправить, а как это улучшить. Конечно, мы это рассматриваем и на заседаниях моей комиссии, комиссии по архитектуре градоцикла, в городской среде и на общих заседаниях общественной палаты. Вот мы, например, по улице Мира, знаете, много-много уже об этом писалось, много говорилось. Вот такая основная тяжесть контакта с жителями это была на общественной палате. Мы регулярно, несколько раз, может быть, более десятка раз встречались непосредственно с жителями, выходили во дворы, разговаривали, а что нужно, а что бы лучше сделать. Получали, конечно, неопределенную долю критики от населения. Ну, прежде всего, касающиеся то, что говорил представитель управляющей компании, это мы не хотим вкладываться, мы не хотим, а если вы нам это сделаете, мы должны будем ухаживать, тратить деньги, ой, нам бы это не хотелось. То есть были такие мнения. Но в основном преобладает мнение других людей, более активных, которые хотят увидеть совершенно другой двор, совершенно иную среду. И что я хотел бы еще отметить, то, что сейчас больше и больше этих общественных пространств, они делают со смыслом, с информацией. Не просто благоустройство, лавочка, деревце, где можно посидеть, отдохнуть, а насытиться какой-то дополнительной информацией. Особенно важно это сейчас, когда многие, особенно молодежь, не очень знакомы с историей. И если мы благоустроим какой-то парк или сквер, хорошо, чтобы была информация, что это за место, а как оно исторически связано с людьми, с населением, с историей нашего города. Вот, например, два года назад благоустроен сквер 8 марта. Этот сквер является объектом культурного наследия, где находился памятник объекта культурного наследия. Сейчас там новый памятник жертвам Холокоста. И рядом мы решили поставить большой стенд, где бы рассказывалась вообще история этого места. Как это происходило? А почему называется 8 марта? А что здесь, значит, случилось? А какие периоды и с фотографиями, и с текстом? И я вот обратил внимание, что там очень много появляется людей, которые стоят и читают эту информацию. То есть действительно это нужно? Да, наполняется этой информацией. Или вот, например, сейчас предполагается, уже в этом году приступят к благоустройству Сурского сквера. Там тоже очень интересная архитектура. Это место, как бы, с этого места, это начало улицы Мира. Здесь началось восстановление города Сталинграда. Именно с этого места. И это место наполняется сразу информацией. Во-первых, памятник первостроителей, тем людям, которые восстанавливали улицу Мира, восстанавливали наш город. И кроме этого памятника, там будет еще информация в виде каких-то там интерактивных вещей, которые будут расставлены по всему этому скверу, где можно будет прийти, ознакомиться, посмотреть, прочитать, увидеть, отдохнуть. Вот это вот надо отметить, что последнее время именно вот наполняется какими-то смыслами эти общественные пространства. Не просто погулять и отдохнуть, но и подумать, но и поговорить, но и порассуждать. И ознакомиться с какой-то информацией. Ну, наверное, муниципалитет определенные смыслы вкладывает и в существование конкурса, где выбирают лучший двор, лучшего дворника. А вот, Ольга Николаевна, расскажите, с какой стороны пошла эта инициатива? Может быть, горожане пришли, и вот нам надо, давайте мы вот хотим. И когда вообще появился этот конкурс, для чего он нужен? Ну, данный конкурс появился у нас в 2012 году, когда мы даже не предполагали, что будут такие масштабные проекты. И мы понимали, что дворовые территории у нас приходят в запущение, люди не проявляли никакой активности. И для того, чтобы вовлечь больше жителей в благоустройство городских пространств, был придуман этот конкурс на вовлечение также в работу и собственников жилья. Потому что ведь люди, если создают это за счет своих средств, они это берегут. И поэтому с 2012 года наш конкурс проводится ежегодно, подводится итоги. Жителям нравится, потому что преображаются дворовые территории, собственники подходят идеями. Есть жители, которые вкладывают какую-то креативную идею, создаются своими руками, то есть приобретают даже за свой собственный счет. И выигрывают. То есть приезжаешь на двор, и видишь, что какой-то даже проект, некоторые разрабатывали, да. Я помню еще в 2014 году в Дзержинском районе была дворовая территория на 51-й Гвардейской, где жители сделали в виде... Дизайн у них были Мэри Поппинс, до свидания. То есть там и беседка, и стилистика, и какие-то композиции. Да, то есть жители проработали очень большой тогда, работу провели. И поэтому этот конкурс у нас сейчас популярен. И благодаря тому, что сейчас у нас идет еще реализация масштабного федерального проекта, этот конкурс у нас является сейчас важным. А вот интересно, кто определяет победителей, да? Наверняка есть какая-то комиссия, да? Кто вот входит в ее состав? Да, данный конкурс у нас проходит на двух этапах. Первый этап – это на уровне администрации районов, где районные комиссии на своем районном уровне определяют, кто самый лучший, а потом документы передаются в городскую комиссию. И вот в городскую комиссию у нас входят представители различных структурных подразделений, как и городское хозяйство, и архитектура, и представители администрации районов. И уже по итогам лучших претендентов, которые были поданы на участие в городском конкурсе на втором этапе, уже выбираются самые лучшие из лучших. Ну вот мы знаем, что двор дома, в котором вы проживаете, стал лучшим в прошлом году. Ну расскажите, что вы там такого интересного придумали, чем удалось удивить жюри? Ну наша территория, безусловно, заслуживает внимания. И изюминка в том, что наш двор является безопасным для детей. Детская площадка разделена на несколько таких объектов, где комфортно себя чувствуют не только маленькие детки, для которых есть большая песочница, маленькие качели, удобные места, где побегать, можно в мячик поиграть. Но также есть и для деток постарше, которые могут порезвиться уже более активно, и таким образом не создавая неудобств малышам. Также и для взрослых есть отдельно спортивная площадка с тренажерами, баскетбольное поле, которое можно использовать как и волейбольное, и поиграть даже в футбол. Иногда у нас собираются команды двух домов, у нас небольшой жилой комплекс, который состоит всего лишь из двух домов. И у нас даже проходят небольшие спортивные турниры по волейболу. Это очень приятно, мы все выходим, наблюдаем, радуемся за команды. Вот, соответственно, это, я думаю, и повлияло на то, что наш дом заслужил вот такой ценный приз. Мы знаем, что актив вашего дома дружит и с активами других жилых комплексов. Да, вот расскажите про это, как пришла такая идея, насколько успешно удается с ними контактировать. Да, безусловно, мы общаемся у нас недалеко, дом по улице Ангарской 100А, и дети даже из соседнего двора приходят к нам поиграть, взрослые, вот вечерами, да, у нас есть такая практика. А про сотрудничество с управляющей компанией, помогли ли они вам победить в этом конкурсе? Ну, безусловно, сотрудники управляющей компании поддерживают наш двор в чистоте, в порядке и подъезд, и, безусловно, они отлично ухаживают за придомовой территорией, газоны, клумбы, все ухожено, и на данный момент, когда у нас реализовано закрытое пространство, да, жильцы приняли решение на общедомовом собрании установить ворота, и управляющей компании стало легче следить за двором, и контейнерные площадки закрыты, да, безусловно, управляющая компания вкладывает большие силы, и сотрудники стараются и поддерживают наш двор в чистоте. Ну, и результат сразу на лицо. Михаил Карлович, ну вот поделитесь, как буквально, может быть, лет 10-15 назад, вот обстановка была в этом вопросе, да, что вот как оно было, помните? Ну, дело в том, что всегда вопросами благоустройства занимались, во-первых, проектировал проектные институты, крупный проектный институт, граждан-проект, который в порядке, значит, в определенном выполнял проекты благоустройства, которые за счет государства благоустраивались. Но постепенно утратили вот эти вот, так сказать, традиции, и был какой-то период, когда практически этим никто не занимался. И, значит, одно время, значит, город вообще был в очень запущенном состоянии. И места благоустройства, они в наличии были. Парки, скверы и так далее, но практически они были, они оставались без ухода, и не поддерживались, не поддерживались в хорошем состоянии. Но, безусловно, для того, чтобы мы увидели, как все красивое и хорошее, необходимо финансировать. Это же не просто так, руками людей просто так, субботниками это ведь не поднять. И поэтому последние, последние десятилетия, наверное, просто гигантские средства вкладываются в это. Вот разработаны вот эти специальные программы, вот, значит, городская среда. И это дало возможность рвануть прямо гигантскими шагами вперед по благоустройству всех этих мест. Единственное, что вот, значит, нужно отметить, что хорошо бы все-таки, чтобы то, что мы новое делаем, это все ухаживалось бы за этим. Сохранялось, чтобы сохранялось. Потому что, к сожалению, вот органы эксплуатации общественного фонда, это зеленхоз и так далее, у них не расширяются штаты. Вот хотелось бы, чтобы и вкладывали средства в эксплуатацию. Сделали сквер, сделали парк. Ну, чтобы мы знали, что здесь обязательно придет человек, который покосит траву, который посрежет деревья, который уберет мусор. И это нужно делать постоянно, иначе опять эти пространства пойдут в запустение и в хаос. Поэтому вот на это обратить внимание нужно администрации города. И мы это, в принципе, доносим, мы встречаемся, потому что встречи наши регулярные с администрацией города. И мы об этом говорим. И я знаю, что какие-то подвижки в этом вопросе сейчас ведутся. Потому что очень важно не упустить этот момент. И то, что уже сделано красиво и благоустроено, надо это все хорошо содержать. Ну, быть может быть, двор как раз-таки ваш, да, станет примером для многих горожан. Вот очень хотелось бы, чтобы вы дали рекомендации свои, да. Может быть, и управляющие компании вас послушают. Как нужно по-другому, да, выстраивать диалог с жителями. Может быть, дадите жителям какой-то комментарий. Может быть, люди не так себя ведут. Да, вот надо там подход найти особый. Ну, во-первых, я как представитель управляющей организации ТЭРА хотел бы поблагодарить организаторов этого замечательного конкурса администрацию города Волгограда за то правильное дело, которое началось уже давно. Мы говорим это не понаслышке. Мы участники данного конкурса с 2019 года и занимаем последние три года призовые места. Первые, вторые места в номинациях «Лучший дом», «Лучший двор» в городе Волгограде. Более того, мы считаем, что конкурсы, которые проводит администрация области, когда мы участвуем в общероссийских конкурсах, в прошлом году мы были лауреатами всероссийского конкурса на практику управления многоквартирными домами. В Солгоградской области попали только мы. И в этом году мы участвуем «Зимний двор», это тоже российский конкурс. Вот здесь мы считаем, что данные конкурсы – это локомотив движения, развития городской среды города Волгограда. И власть делает очень много для этого. Единственное, есть, конечно, пожелание. Вот для популяризации этих конкурсов, для увеличения количества участников все-таки предлагается ввести систему грантов для победителей. Почему? Потому что собственники повзаимодействовали с управляющей организацией, построили безопасный двор, они делают озеление. У них есть какие-то мечты, у них есть какие-то планы. И они понимают, что если их двор выиграет конкурс, он получит какие-то средства, которые можно потратить на дальнейшее благоустройство и усовершенствование. Пускай это будут небольшие деньги, но это будет стимулом для тех собственников и наградой за то, что они стараются, за то, что они развивают и улучшают свой город. Вот здесь, конечно, несомненно, посмотреть бы какие-то строчки в городских, в областных бюджетах, в российских бюджетах для мотивации такого рода начал и стремлений собственников. А можно ли мотивировать не только средствами, но и как-то там по-другому? Те же управляющие компании. Почему не все вот так, как вы, активно идут на встречу, а давайте в конкурсах участвовать? Ну, не все далеко так делают. Ну, знаете, для нашей компании, мы не будем говорить за все, очень важно это благодарность наших жителей, это высшая оценка. И поэтому здесь мы понимаем, что надо им, они понимают, для чего с ними сотрудничество длится. И здесь вот эти вот конкурсы – это результат наших совместных трудов с собственниками по улучшению своих дворов, домов и города в целом. Ольга Николаевна, я предлагаю вам резюмировать, да, и, может быть, вернуться к тому, с чего мы начали. Скоро у нас начинаются субботники. Вот когда? Чего мы ждем? Ждем, когда потеплеет, да, или там на прогнозы погоды смотрим. Когда? Когда вот уже все начнется? Ну, субботники у нас начинаются уже, когда немножечко потеплеет. И мы активно будем призывать жителей поучаствовать в данном мероприятии. Помимо жителей, также и сами сотрудники администрации города, безусловно, также участвуют в этих субботниках. У нас будет всероссийский субботник. Это в рамках также программы формирования современной городской среды. Минстрой разработал такое предложение. И у нас уже на протяжении нескольких лет тоже проводят всероссийские субботники с целью того, чтобы жители привели свой город в порядок, убрали визуальный мусор и тем самым более бережно относились к среде своей. Вот. И также хотелось бы отметить, что общественную палату уже услышали. В части содержания общественных пространств уже выделяются средства дополнительные на содержание тех объектов, которые все-таки уже были благоустроены. То есть этот вопрос был услышан и проработан. Коллеги, я благодарю вас за наш интересный диалог. Ну а нашим жителям хочется напомнить, что чисто не там, где не убирают, а там, где не мусорят. Это было ток-шоу «Скажите честно» на МТВ. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok